На асфальте осколки стекла под машиной лужа алой жидкости. Но это не кровь, всего лишь вытекший антифриз. В этой аварии пострадавших нет, есть потерпевшие. И в качестве главного витрина торгового центра форум. И вон там шли, она разгонялась, что-то. Звук. Я не знаю, как она ехала, может припарковаться не могла. И на скорости въехала в витрину магазина. Удар был такой силы, что его слышали даже на третьем этаже торгового центра. Не справилась с управлением, позже пояснила водитель автомобиля полицейский. Сотрудники дорожно-патрульной службы в свою очередь говорят, женщина просто перепутала педаль тормоза с педалью газа. Никаких признаков алкогольного опьянения у виновницы ДТП полицейские не заметили. С ее слов, она просто не справилась с управлением. И допустила наезд на витрину. Как видите, в неудачном месте везде бордюр идет, а там заезды инвалидные коляски. Кроме того, удар пришелся на один из отделов торгового центра. Прямо за стеклом находится чайная лавка. Продавец в момент аварии стоял за прилавком. Убежать не успела. Все произошло слишком быстро, вспоминает Юлия. Сама девушка не пострадала, а вот товар испорчен. Да и мебель от сильного толчка перекосила. Придется вызывать мастера. И покупателей сегодня уже точно не будет. Сетует владелец чайной лавки. Должны подъехать специалисты по мебели, оценить, сколько будет стоить ремонт оборудования. Сейчас пришлось закрыть. Ну да, конечно, сейчас. Там все рассыпано. Ну, вроде виновница ДТП не отрицает. То есть, составим акт, все опишем. Теперь женщине придется выплатить материальный ущерб за поврежденное имущество чайного отдела и за разбитую витрину торгового центра. А вот штраф в ГИБДД за такое нарушение правилами дорожного движения не предусмотрен. Алина Шипилова, Николай Замараев. Новости Вологды.